Маленькие кексы Я люблю пользоваться ложками для быстроты рецепта, но вместо того, чтобы вытаскивать весы. И теперь мне нужно 8 полных столовых ложек муки. Очень простой рецепт. Два яйца, 8 и 8. 125 граммов сливочного масла. Просто нарежьте. Вот так. Вот это основная смесь, а мы добавим к ней немного аромата. Для этого я возьму апельсин и лимон, и я просто натру апельсин вот так, движениями вниз. И получится такая мелкая ароматная цедра. Теперь лимон. Все это сразу идет в нашу смесь. Берем ложку и как следует вымешиваем. И у нас получилась вот такая густая масса. Иногда мне хочется более ярко выраженного аромата. Тогда беру апельсин или лимон и выжимаю немного сока. Чуть-чуть, только чтобы разбавить смесь. Это не меняет рецепта по сути, но все же добавляет немного аромата. Так что еще раз перемешаю. Отлично. Знаете, если остались кусочки масла, ничего страшного, оставьте. Они все равно растают. У меня тут есть клетчатые формочки для кексов. Хорошая штука. Сегодня можно купить какие угодно. Безусловно, отражают мой характер. Они розовые. Так что беру ложку и заполняю формочки не до верха. Вот так. Просто равномерно разделите. Разложите все по формочкам. Красота. Смотрите, они поднимутся и станут замечательными. И потом я покажу, как проверить их готовность. 180 градусов 15 минут. Тут у нас уже есть готовые. Все очень просто. Прошло 15 минут. Берем маленький нож и протыкаем середину кекса. Считаем до трех, вынимаем, и если он чистый, у вас все получилось. Давайте украшать. У меня тут ягоды, ежевика и малина. Для начала берем вот такую корзиночку малины. Можете использовать и половину. Главное, чтобы было достаточно получить хороший цвет и вкус. Добавим немного сахара. Можете взять сахарную пудру, если хотите. Чайная ложка с горкой. Возьмите вилку и все раздавите. И получается чудесный цвет и аромат. Какая черная. Это просто песня. Песня веселья и кулинарии. Любые фрукты. Можете взять киви. Знаете, зимой, когда выбор невелик, вместо покупки ужасной малины, ну, возьмите просто грушу. А еще я добавлю сливочного сыра по половине баночки. Определенных правил тут нет. И теперь я это все перемешаю. Вот так. Заметьте, я сначала смешиваю с ягодами только половину сыра. А потом перемешиваю все, и получаются вот тут черное, а вот тут такие белые кусочки. Так что взбито только наполовину. И теперь той же вилкой раскладываем. Прижимаем. А теперь вот это. Смотрите, какая ежевика. Цвет невероятный. Теперь разложим ягоды. Можно их даже поменять. Ежевику положить на малину. Правил никаких нет. И посмотрите на это. Это же просто чудесно. И вот теперь дома. Чашечка чая, кусочек кекса. День рождения ребенка. Налетайте. Редактор субтитров А.Семкин